В Западной Европе зафиксирована вспышка редкой болезни оспы обезьян. Она стала известна всему миру с 70-х годов после первого заражения человека в Демократической Республике Конго. До настоящего времени инфекция оставалась в основном на территории Африки и лишь сейчас начала массово проявляться в остальном мире. На самом деле название обезьяния не очень подходит этой оспе, потому что обезьяны, так же как и человек, являются лишь побочным хозяином этого вируса и по мнению научного сообщества этот вирус скорее, это вирус грызунов. За месяц оспа распространилась в семи странах Европы, Канаде и США. Пока симптомы проявились у нескольких десятков людей, большинство из которых были туристами в странах Африки. По прогнозам Роспотребнадзора риск проникновения оспы обезьян в Россию невелик, но Государственный интервирусологии и биотехники Вектор уже разработал автономную тест-систему и успешно провел ее лабораторные испытания. Существует несколько клад этого вируса в разных регионах Африки и у некоторых клад летальность очень низкая, у некоторых может достигать 10% и собственно говоря именно это и вызывает опасения сообщества. Сейчас мирового, которые думают, что возможно мы встретились с новой пандемией. А то с побезьян пока нет лекарств, только поддерживающая терапия. Для профилактики эпидемиологи рекомендуют избегать контактов с потенциальными носителями вируса, регулярно мыть руки с мылом или обрабатывать их, а на государственном уровне усилить пограничные санитарные нормы. Полина Полымова, Алина Красильникова, Евгений Алмазов, Универньюз.